В этом учебном году Слонимский общеобразовательный лицей в шестой раз радушно открыл свои двери для 180 учащихся. Это учебное заведение за непродолжительную историю своего существования смогло заработать неплохой имидж среди школьников города и района. Определенно, брендом лицея стал уклон на максимальную информатизацию учебного процесса. Значительный шаг в этом направлении был сделан в этом году при непосредственном участии местных властей. Постановлением Совета Министра Республики Беларусь от 28 марта 2011 года была утверждена национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 годы. В рамках этой программы создана подпрограмма, которая относится к системе образования, называется «Электронное обучение и развитие человеческого капитала». Для реализации этой подпрограммы Слонимским районным исполнительным комитетом был приобретен мобильный класс и подарен Слонимскому районному лицею, который в данный момент используется в образовательном процессе, а также для повышения компьютерной компетенции педагогов лицея. Всего четыре ученика на один компьютер. Такой доступностью к современным технологиям не могут больше похвастать в нашем городе. В лицее с этого года иностранный язык изучается исключительно с помощью ноутбука. Мобильный класс «Электронное обучение» Также мобильный класс «Электронное обучение» активно используется на других предметах для проведения, тестирования, демонстрации видео и аудиоматериалов для подготовки к Олимпиадам во внеурочное время. Ведь все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют доступ в интернет. В планах этого учебного заведения амбициозный проект – сделать на своей базе обучающие курсы для всех желающих жителей Слонимщины. Идя по пути информатизации, лицей сделал и еще один шаг, как говорится, впереди планеты всей. Еще одной новинкой этого учебного года является реорганизация нашей библиотеки в информационно-библиотечный центр. В этом центре наши учащиеся могут не только прочитать интересующую их литературу, а также подготовить домашнее задание, воспользоваться всеми информационными ресурсами, которые имеются у нас в лицее, а также воспользоваться информационными ресурсами сети интернет. Не удивительно, что при столь активной жизнедеятельности лицея успехи учащихся не заставили себя долго ждать. И хотя учебный год только начался, лицеисты уже гремят на различного уровня конкурсах. В прошлом году Слонинскому районному лицею посчастливилось стать участниками международного белорусско-чешского проекта «Школьная гора», цель которого – научить учащихся вести дебаты по социально значимым проблемам жизни общества и молодежи. Этот проект проходит под патронажем Министерства образования Чехии. И надо сказать, что в Чехии он проводится очень давно и пользуется большой популярностью учащихся. В Гродненской области в проекте участвуют 12 школ. В рамках проекта в мае и в апреле учащиеся педагоги нашего лицея участвовали в семинарах, тренингах, где обучались правилам ведения дискуссии, речевой культуре. Впереди команду лицея ждут полуфинальные игры. 23 сентября наша команда будет участвовать в словесных баталиях вместе с пятью школами Гродненской области. Мы надеемся на удачу и желаем нашей команде успеха. Мы принимаем участие в дебатах, которые пройдут в пятницу в городе Гродно. Нам приятно принимать там участие. Все-таки там съезжаются дети нашего возраста из разных районов нашей области. Темы там интересные, которые серьезные темы. Проблемы алкоголизма, отмены смертной казни, аборты, которые многочисленное число в нашей республике. Я считаю, что участвовать в этой игре – это большая удача для нашего лицея. Мы научились обдумывать свои ответы, рассматривать их с разных сторон и общаться друг с другом. Считаю, что полученный опыт в ходе этих игр нам пригодится в дальнейшей жизни. Именно в этом году внешний облик лицея наконец приобрел законченный ухоженный вид, дабы уже и по одежке встречать своих новых учащихся и многочисленных гостей. Вы видите новую площадку, которую благодаря усилиям исполнительного комитета и лично Иосифа Осиповича Полюкевича удалось обновить. Мы получили мобильный класс, который поможет нашему учреждению еще более продвинуться в создании единого информационного пространства. Надеемся, что этот год будет таким же удачным, как и все предыдущие года. Приглашаем вас к нам в гости.